так друзья всем привет у нас проехали покупатели попросят и берусь 5 с этой партии и 5 с той партии проехал с Волчанского района вот сюда женька им не так понравилось а кабасы ну давай понравилось мастрая бабка оттуда в этом и идут ну были какие-то бачки же они все одинаковые кабанчик кабанчик кабач 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 на кого-то а чего а чего так 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 с ул в 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 Суббачка, суббачка. Ховайтесь, без нематин. Заховалось. Суббачка, суббачка, суббачка. Суббачка, 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 суббачка. Прошлицей ехал, ничего страшного. Стресс. Переживут. Удобно с тачкой, да? Ну да. Хе-хе-хе. Не, ну по территории, да, если... Не, по территории, да. Я так отсюда забрай, так по два раньше засыл. Вот так, сюда на тачке поредись. Еще хотел вопрос так и задать. А сколько ей надо минимальную площадь для свиноматки? Вот ну, выделять в сарае. В идеале два на три. Два на три, это в идеале. Ну да. А если два на два с половиной? Вони мают... Два с половиной тоже нормально. Два с половиной. Два с половиной. Друзья, вот те, кто переживал за свиномата, которые стояли в станках. Все, вот, к примеру, обижана. Она первая заехала из столов. И все, я ее перегнал в общую клетку. Посадил вместе с Нюшей вдвоем. Вот, вот обижанка и Нюшка. Они теперь вдвоем отдыхают. Сейчас у меня следующее на выход. Следующий на выход будет вот так. Тупо меняется свиноматкой большой, с берчиками. Эту уберем от себя. И так постепенно я их буду убирать. И будем каждому давать свободу. Погуляет и потом во время опороса опять. Это выкармливает этот человек, заказал поросяк, по-моему, с Италии, да? С Италии приедет, соберет поросяк. Вот смотрите, как загонять свиноматку в станок, как я загонял. Вот, к примеру, станок. Ну, это он у меня просто весь раскрученный. Вот, станок. Если мне надо загнать, открываю. Открываю. Всё, едет только сюда. Ну, а туда насыпаю карточку. И также были комментарии, когда я красил станки, оцинкованные станки. Они все оцинкованные. Я покрасил. На оцинковке не держится краска. По-моему, писал Денис. Денис, вот уже 40 дней или 50. Как она вот тут очухается и трётся. Ну, она весь опорос выкормила их месяц. И до опороса ещё здесь была. Вот, покажи мне хоть, где на оцинковке слезла краска. Хотя бы в одном месте. Это для тех, кто пишет, ну, не думая. Ну, не думая и не зная. Это во-первых. Во-вторых. В следующую станок будем ставить вот эту рыжку. Рыжка у нас первая или кукла? Рыжку. Рыжку первую. Большой станок. А потом Машку. Вот Машку. А вот наши свинки. Ф-1. Йоркшир Вандрас. Я вам скажу, они подрастают. Подрастают. Ну, так, не скажешь, что сильно быстро. Так, как и должны расти. Я им ещё раз говорю, что даю только ячмень, пшеница и горох. Ну, подрастают. Я думаю, месяца через два уже будем покрывать. Это, получается, с сентября. В ноябре, наверное, будем уже покрывать. Пропустим первый загул. И в ноябре покроем уже. Ну, кого покроем, кого не покроем. Это ж такое дело. Вообще, ну, потихоньку-потихоньку вымазывают они сарай. Вымазывают клетку, вымазывают профлист, метал есть. Было новое, аккуратное, чистенькое. Ну, понятно, что оно такое не будет. Мы всё равно чистоту поддерживаем по возможности. Убираем, подсыпаем опилочки и так дальше. Эту ждём. Сейчас должна загулять на днях. Вот эту покроем и те две, что я тоже отсадил вместе. Поросятам представки я таким образом даю крышка с подбочки 50-литровой и гирька 10-килограммовая. По чуть-чуть насыпаю, не помножку. И они бегают себе веселяться, едят из свиномарки молоко и свой представки молоко. Это, если ты смотришь с Италии, это твои поросята. Эту мы будем делать выбраковку. Это на выбраковку пойдёт, станок тоже освободится. Ну и вот поросятка получается в четвёртый день. Четвёртый день поносов нет, но мы это утром убирали. Ну, такие куцелки, как он лежат. Какашки хорошие. Поносов я ещё раз повторю, кто не в курсе. У меня вот, ну, давно уже. Редко чтоб были, я так скажу. Бывает, но очень-очень редко. Вон, видно, сходили в туалет. Вот, в уголку. Это четвёртый день после отъёма. Это уже у них должен быть поносный день. Ну, поносные дни вот это. Вчера, сегодня. И так же самое здесь, давайте посмотрим. А ну, понаваливали? Ну да. Вон, гуцелки густые. Видите? Лежат. Лежат. И, ну, это у меня уже какой подряд выводок, что я перехожу без поносов вообще. Водичку уже привыкли пить. Эти самые дольше учились воду пить. Ну, привыкли. И вот этот именно выводок, не знаю, они аж в конце дня, как я их перевёл в конце дня, там что-то начали пробовать. Так все другие вот эти нормально до поилки привыкли. Сразу. Хотя все были на кастрюльке. Так, поросят забрали этих десять штук. Завтра ещё человек приедет, возьмёт. И потом ещё приедут, тоже возьмут. И на этом вопрос будет по поросятам закрыт. Вот так, друзья. Ну, а эти клеточки свободные. Я тут, когда поросят, всех позабирают. Поубираю, опять продезинфицирую. И всё. И опять будем ждать следующий выводок. Забирать эти. Канторов. Канторовый там должен быть опороз. Ну, и так чисто будет для отъёма и доращивания. Отъём и доращивание. Хороший такой сарайчик. Я его не буду всегда сюда тут держать откорм. Так и будет. Отъём и доращивание. Если для себя... Ну, на продажу понятно. Так само загнал, продал. А если для себя чуть-чуть подыму и в те клетки на откорм. Так и будет. Поэтому вот четвёртый день поносов нету. А это шо? Это самое главное. Всё. Всем спасибо за внимание. И всем пока.